В прямом эфире студия репортер с Константином Гречаным. Будет ли тепло у одесситов, которые проживают в центре города? Суд сегодня принял решение о ликвидации Одесской ТЭЦ предприятия банкрота. Это грозит тем, что более 300 тысяч одесситов на период холодов могут остаться без отопления. Кто виноват и что делать, постараемся разобраться с нашими гостями студии. Александр Орлов, член депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, экс-вице-мэр и вице-губернатор. Добрый вечер, вы курировали эти вопросы. Владимир Максимович, эксперт, также экс-заместитель городского головы. Здравствуйте. Добрый вечер. Если у вас, уважаемые телезрители, есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58, 34 92 58. Если у вас нет вопросов, но есть мнение, то можете принять участие в нашем интерактиве. Сегодня мы у вас спрашиваем, удастся ли решить вот эту проблему, которая сложилась с Одесской ТЭЦ, удастся ли запитать теплом центр города. Если считаете, что удастся до начала отопительного сезона, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что не удастся, по номеру 784 80 82. Владимир Ярославович, по вашему мнению, почему вот так получилось, что важнейшее для города предприятие, оно, во-первых, банкрот, во-вторых, оно на стадии ликвидации. Почему суд принял вот такое вот неоднозначное, мягко говоря, решение? Ведь есть же другие, например, предприятия банкроты, мы помним тоже ЧМП, где не останавливаются производственные мощности, да? Почему вот так сложилось? Ну, суд принял решение, исходя из тех исковых заявлений, которые судье легли на стол. Долг, миллиард гривен, неплатежноспособность на протяжении невыполнения, так сказать, на протяжении 10 лет этот долг не погашался. Хотя по Украине очень много предприятий из сферы теплоснабжения, которые с такими долгами, это суд принял такое решение. Если отложить политическую составляющую, которая здесь присутствует, и уши у нее торчат, есть желающие, так сказать, обанкротить и за копейки скупить этот ТЭЦ, вот, ну и дальше все остальное. Вы задали вопрос нашим одесситам, надеются ли они на то, что зиму мы нормально переездимуем. Понимаете, этот вопрос нужно задавать руководству города. Еще раз говорю, если даже не политизировать и вопрос решать чисто технически, то если ТЭЦ не будет работать, 300 тысяч человек с самого центра города могут остаться без отопления. Я не знаю, в прошлом году там делали перемычку и 100 домов еще запитывали. Если эта перемычка осталась, то частично можно будет с ТГУ перекинуть как-то туда, но все равно значительная часть людей может остаться без тепла. Но это катастрофа. Даже если в Одессе будет не более 10 градусов мороза, люди просто не смогут жить в этих квартирах. Людей нужно будет как-то эвакуировать, переводить в другое. Вопрос нужно было решать в начале года. Сегодня еще, сегодня еще, необходимо ехать в Киев и решать вопрос, чтобы теплосеть хотя бы этот отопительный сезон ТЭЦ работала. А вообще, я хочу предоставить, конечно, слово, пусть мой коллега скажет, Александр Валькинович, он не есть еще сказать, но у него сегодня, как депутату, которые занимаются этим вопросами, есть больше информации. Давайте послушаем его, а потом продолжим. Александр Витальевич, вот как раз тут такой момент, мы специально обезличенно сформулировали вопрос, удастся ли решить вопрос не городской власти, а в принципе, потому что есть заявление главы профильного департамента ГУЦИ о том, что этот вопрос можно ли решить только на уровне кабинета министров. Вот будете ли вы на ближайшей сессии обращаться в Кабмин и вообще какие действия планируются у депутатов? Ну, посмотрите, я хочу, давайте не будем немножко так пугать всех, да, потому что это серьезный вопрос, действительно. ТЭЦ не первый год дышит, как она дышит, да. Проблемы ее реконструкции назрели еще, наверное, на заре нашей независимости, и все эти проблемы усугублялись дальше и дальше. И то, что она еще работает, надо сказать большое спасибо тем специалистам, которые там, будем так говорить, за копейки все это дело восстанавливают, что-то делают и так далее. Но с каждым годом ситуация все усугубляется, она действительно признана банкротом. Тем более я хочу, чтобы у телезрителей не сложился вопрос, ТЭЦ это не городская, это государственная собственность нафтогаза. И сколько город при различных мэрах не предлагал передать ее в город, все отказывались. Нафтогаз держался за этот актив, как за какой-то вот, будем так, за последний грошек, который вот необходимо у себя приберечь. Ситуация тоже не типична только для нашего города. Николай, Ферсон по югу Украины действительно такая же ситуация сложилась. Что произошло сегодня? Вот заседание суда. Есть, действительно есть процедура банкротства. Для того, чтобы эта процедура, но на ТЭЦ надо подать газ и заключить с нафтогазом городу договор. И в процедуре банкротства это невозможно сделать. Поэтому суд признал в технической части, что это возможно сделать, подать хотя бы газ и заключить с нафтогазом договор. Суть там другой. В чем договор? Мы его не видели. И вот четверг у нас была на прошлой неделе комиссия по ЖКХ, где юристы вот рассказывали эту юридическую, значит, коллизию, говорили, докладывали о том, что вот сегодня будет суд, он должен принять вот такое решение, для того, чтобы ТЭЦ имела возможность подать газ, а мы заключили договор с нафтогазом. Ну, потом пойдет апелляция, пойдет она, не пойдет. Мы еще не знаем, как там будут развиваться дела. Но у меня вот возник вопрос. А почему тянули до октября фактически месяца? Это что, летом? Это было известно. Такая же процедура была и в прошлом сезоне. Оно один к одному. Тоже было решение суда, тоже были вот такие моменты. До последнего не знали, как подпишем, не подпишем. И опять же, на этом заседании комиссии директор ТЭЦ, наши, так сказать, управления городские уверили, что тепло подадут. Ну, я склонен верить. Ну, посмотрим. Не хочется. Но, опять же, надо посмотреть в таких условиях. Я понимаю, что договор с нафтогазом, он будет непростой. То есть город идет на все условия, чтобы подписать. Но, опять же, не загоняем ли мы себя. Я не видел этот договор. В чем его проблема? Надо еще изучить. И посмотреть, не загоняем ли мы еще в себя больше долги. Ну, что делать? Там люди важнее. Теперь, что касается, будем так говорить, инсайдерской информации. Ее хотели продать этим летом ТЭЦ. Но и был уже какой-то покупатель. Но в чем-то не договорились. Вот в чем-то не договорились. И поэтому процедура приостановилась. И она осталась у нафтогаза. То есть, понимаете, идут какие-то игры политические. Я, Владимир Владимирович, полностью согласен. Ее уже выставили на продажу. Уже были объявлены торги и так далее. Ее должны были продать. То есть, появится какой-то там владелец, инвестор и так далее. Но, почему-то что-то не пошло. И опять миллионный город из-за вот этих вот игрищ остался... Заложником. Да. Значит, вот в такой подвешенной ситуации. Причем информацию... Я думаю, что со временем мы телезрителям это все расскажем. Оно выплывет. Но, тем не менее, опять дотянули до начала отопительного сезона. То есть, в принципе, вы считаете, что это чья-то вот такая юридическая диверсия против Одессы на конкретных бизнес-кругов, на конкретного бизнесмана, который хочет присвоить просто... Знаете, как вот... Не то, что там диверсия, а полное игнорирование интересов Одессита. Вот так. Но все равно. Вот знаете, вот нас приучают... Вот в связи с этой ТЭЦ... Я не только хочу коснуться вот теперешней ситуации. Вот нас приучают такой... Вот помните, вот там страшный этот диктаторский Советский Союз и потом первые годы Украины. Если 15 октября не дали тепло, так все. Все головы летят, все на ковры... Сейчас уже говорят... Да нет. Ну вот среднесуточная температура 3 дня ниже плюс 8, и все нормально. То есть, уже понятие начала отопительного сезона размыто. То есть, нас приучили, что оно может откладываться. Но есть определенные условия, когда нужно экономить, собственно... Может быть, я согласен. Но теперь дальше. Мы постоянно говорили, что качество не такое. Одесская ТЭЦ выдает некачественный теплоноситель, теплоэнерго подает некачественно. Есть там проблемы с потерями и так далее. Сейчас мы уже об этом не вспоминаем. Лишь бы было тепло. Скоро будем подавать там раз в неделю, все будут радоваться. Понимаете, что происходит? У нас качество услуг, качество услуг... И вот это, опять же, характерно не только для нашего города. Оно падает постоянно. Людей приучают, что, ну, ладно, так вот... Слава Богу, что дадим. И когда дадут тепло, даже очень плохо. Все радуются, слава Богу, ну, хорошо. Вот это самое страшное в этой ситуации. Знаете, что я хотел бы добавить? Еще 15 лет назад, в начале 2000-х годов, мы разрабатывали у Руслана Борисовича, Матковский тогда был, Козырев, я. Привлекали специалистов, разрабатывали программу реформирования системы отопления города Одессы. Мы тогда посмотрели, что тепловые сети и котельные настолько устарели, настолько энергозатратные, такие огромнейшие потери, что выходит там температура 80 градусов, а до дома доходит там 50-60 градусов. И была предложена программа частичной децентрализации отопления. Помните, шведский опыт, прочие, значит, какие можно выделить на школьном делах. На школьном деле, да. А теперь, в чем интерес этой ТЭЦ? Еще тогда ставился вопрос, и этим занимался тогда, ныне уже покойный, пятого Валерий Наумович, он был первым замом. Он говорил, он ездил в Грецию, ему кредит давали. Он сказал, что ТЭЦ надо полностью модернизировать. Что нужно сделать? Поставить три миллионника когенерационные установки. Это турбины с двойной генерацией, очень эффективные, очень энергоемкие, КПД высочайшие, и можно вырабатывать и электричество, собственное в Одессе, и тепло. То есть можно конкурировать с Одесса Облэнерго, а тепло будет попутное. То есть, в принципе, оно будет еще дешевле. И вот я думаю, что вот та идея, которую мы тогда не сумели реализовать, сегодня у кого-то из тех, кто хочет прибрать к рукам этот ТЭЦ, потому что, действительно, это супервыгодное предложение. Что бы я хотел предложить сегодняшнему руководству, если мы в этом заинтересованы? Это я предлагал 10 лет назад. А давайте мы сделаем Одессскую городскую ТЭЦ, а пока она государственная. Вот пока она обанкроченная государственная, значит, надо найти способ, чтобы ее отдали городскому, городскую собственность. И сделать на этой базе акционерное общество. Можно среди одесситов продать акции и привлечь деньги на модернизацию. Вам предложить, мне предложить. Есть богатые люди, которые с удовольствием вложат деньги. Это будет акционерное общество. Поставить 3 миллионника когнирационной установки, будет свое электричество, будет свое тепло. И можно будет в значительной степени решить этот вопрос. Да, на это нужно, ну, наверное, цифру называл когда-то Валерий Наумович. 250 миллионов, я думаю, такие деньги можно привлечь, выдать акции на них. И будут одесситы совладельцы этого акционерного общества на паритетных чистых таких условиях. И проблема будет решена. Если это не сделать, кто-то это сделает путем банкротства, занижения цены, выкупа. И через 3 года мы узнаем, что кто-то это уже делает. Ну, вот сейчас вкладываются огромные деньги в ремонт коммуникаций, да, выделенные из городского бюджета. Насколько это вот рационально, как раз в канун подобного вот решения, когда была серьезная угроза то, что предприятие действительно просто ликвидирует и все? Сани обычно готовят летом. То есть с весны. Как только закончился в апреле топительный сезон, это нужно делать, ну, до конца лета. А у нас вот сейчас кинулись. Хотя, в принципе, деньги в бюджете были. Нужно решить проблему вот в чем. Пока не будет выработан алгоритм модернизации системы теплоосложения города Одессы, пока не будет решено, что мы делаем. Эти котлы, которые стоят, с КПД очень низкие. Котлы старые. Потери огромнейшие. Газозатраты огромнейшие. То есть нужно привлечь специалистов. Я говорю, 10 лет назад мы этим занимались, 12 лет назад. Сегодня создать мозговой трест и сказать, коллеги, это нужно сделать, я думаю, городской голова, коллеги, нам нужно собрать специалистов уровня. Агуца, Козырев Михаил Иванович, другие, я сказать, вот давайте мы решим технические проблемы, экономические проблемы, финансовые проблемы. Вот если это расписать, мы увидим хотя бы свет в конце тоннеля. Пока общая проблема. Геволт все кричат, не будет отопления. Не занимались. Это знаете, как самая простая операция, это аппендицит. Выделили, через два дня удалили, можно уже идти на работу. Но если дотянуть до перитонита и до сепсиса, ну это уже общее заражение организма. Вот на сегодня проблема аппендицита с теплоснабжением перешла в стадию перитонита, сепсиса, общего заражения организма. Только от такого длительного. Длительного. Да, длительного. Может долго. Понимаете, вот то, что сказал Владимир Владимирович, можно рассматривать раз. Были там проекты перевода на уголь, из угля добывать газ, переводить ее на газ. Украина богата углем и так далее. Правда, сейчас уже в Америке покупаем и так далее. Вопрос немножко в другом. Мы постоянно живем от сезона к сезону. Вот проблема. То есть посмотреть на пять лет вперед, на пять лет, это долгосрочная программа. Вот трубы менять, это надо, да, потери большие, все надо. Но это все равно, что машина вся развалилась, вы только выхлопную трубу меняете. И говорите, что вы отремонтировали. Я вот, мы только вначале собирались, наша комиссия, ЖКХ, мы принимали решение выделить еще в начале весны 600 миллионов гривен на теплоснабжение. Потому что действительно, совершенно верно, весной сани готовят лето. Нам бюджетная комиссия зарубила, сказала, что денег нет, значит, все. И пришли к этим же 600 миллионам только сейчас. Поэтому, может быть, опять же, надо пересмотреть. И вот, знаете, есть картинка, да, вот, когда фасад покрасишь или там, значит, какой-то мостик построишь, его видно. А трубу канализационную, вода и тепла, ее, значит, мало видно. Когда только рванет, понимаете. Вот надо пересмотреть подход к этому делу. Но, еще раз говорю, менять трубу только, или, я согласен, без комплексного решения вопроса, это надо, но это недостаточно эффективно. У нас есть звонок телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Будьте известны, можно узнать, решаем ли это проблема? Я живу в поселке Лузановка. У нас вообще-то там идет только поверху, по открытому пространству теплоподача. Я уже писала в городсполком. И мне вообще ни слова не ответили на трубы голые. Что делать? Мы топим улицу или мы топим дом? Что мы делаем? Спасибо за ваш звонок. Спасибо за звонок. Можно я отвечу? Не совсем прервалась связь. Я понимаю, что нет теплоизоляции на труб. К сожалению, были выделены деньги, но опять же, из-за проблем бюджета их на теплоизоляцию не хватает и ее, к сожалению, не будет. Единственное, я бы попросил звонившую, чтобы она в редакцию оставила свой номер телефона и адрес. Я детально разберусь и перезвоню и скажу, какая проблема там и как она решается. Вы очень важный момент подняли, вопрос планирования бюджета, что у нас каждый год плановые показатели по итогу уже занижены. Занижены, да, оказывается. Потом вот этот профицит, который образовывается, его в ручном режиме как-то распределяют. В том числе и на ТГО добавляют деньги. А вот почему вот так происходит? Почему это нельзя как-то системно выработать, если из года в год у нас, вот все об этом уже говорят, что в начале года, когда закладывается только бюджетный план, что эти показатели занижены. Даже директор департамента финансов говорит, что скорее всего плановые показатели будут выше, чем плановые показатели по итогу года бюджет. Вот почему так? Ну, это, понимаете, в чем дело. Тут можно и понять, с одной стороны, потому что с завышенных показателей формируется бюджет развития. Бюджет развития идет на вот эти вещи, о которых мы говорим. Если эти показатели будут высокие, на бюджет развития будет оставаться достаточно маленькая, будем так говорить, маржа. В этом финансисты подходят к этому, я считаю, с одной стороны, правильно. Это такой финансовый, чтобы не вдаваться в какие-то дебри. Ну, наверное, все так делали. Это правильно. Да, это правильно. Но вопрос совершенно в другом. Вы все равно знаете, какую сумму вы примерно соберете к концу года. И вот именно планирование на весь период, он и должен отвечать потребностям, что вы хотите получить. Я вот выступал на сессии, говорю, в программе социально-экономического развития у нас общая фраза. Вот надо добиться того-то, того-то. Вот вы знаете, сколько у нас, вот допустим, через пять лет, стратегию мы принимали, значит, стратегию, программу социально-экономического развития, сколько должно быть через пять лет детских садиков в городе? Или сколько мест? Сколько учебных мест? Никто не знает. А некие-то цифры, сколько койко мест и какие больницы должны быть переборки. Александр Витальевич, я вас перебью, у нас есть еще один звонок телезрителя, а потом вы продолжите. Да, добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Алло. Можно вопрос, ну, как бы по теме, и с другой стороны, не совсем. Вот вчера говорили, что поднимается цена на газ, но говорили пять с копейками. А сегодня пришла платежка, а там 9,970 или что-то в этом роде. Это как? Когда поднимали? И вообще, где можно, куда обращаться? Да, спасибо. Я готов ответить. Есть решение кабинета министра, что с 1 октября поднимается цена на газ, вот оно должно сейчас выйти. Цена, процент называется 19-20%. Это цена на газ для потребления. Кроме того, снижается норма потребления на газ для тех жителей, у кого нет счетчика. Если раньше было 4,5 куба метра на месяц, то сегодня будет 3,5. Зачем? А чтобы меньше выплачивать субсидию людям, а счет тогда меньше. Ну, назвали, что это позволит сэкономить. 18 миллиардов гривен только на субсидиях. То есть, вот что готовит наше правительство. А теперь, если Александр Ильич позволит мне, я бы хотел сказать следующее. Коллеги, конечно, в вопросах финансирования очень хорошо разбирается Бедрега. 20 лет она бессменно, так сказать, руководит департаментом. В принципе, она правильно делает. Смотрите, определить, какой будет префицит или дефицит в году, трудно, потому что мы не знаем, как будет развиваться экономика Одессы, какие будут платежи. Ведь 55% поступлений в бюджет, это что? Доход, налог на доход физических лиц. Все из лиц, да. Физических лиц. Как эти доходы будут поступать? Там 15% это идет к этому, аренда на земельную плату. Земельная плата, аренда на земельную плату. Там потом еще другие. Но мы знаем, что 10-12% рост по отношению к прошлому году все равно будет. Он будет реально. Поэтому нужно сделать целевые программы. Целевые программы не мощения тротуарной плиткой, а главное, что самое важное, ремонт жилищно-коммунального хозяйства, конечно, ТГО. Конечно, мы до сих пор не говорим по городу, хотя это совершенно другая проблема. Вот сейчас только смотрю, прошла информация, что будет устроить паркинги. В Одессе каждый год количество транспорта увеличивается на 20%. Значит, за 5 лет он удваивается. Ну, это такая достаточно спорная статистика, я ее тоже читал, но ее вот многие специалисты подвергают как раз сомнению, потому что если бы действительно в такой пропорции увеличилось, то у нас бы просто, у нас уже нету паркоместных. Я, честно говоря, вот Гаврид Владимир Владимирович, ну, понимаете, вот строительство паркинга, мы постоянно пытаются строить, но под них, вы понимаете, вот я депутат городского совета, это этой темой тоже паркинги, мы постоянно занимались и прочее. Вот вы можете мне сказать, место, где бы хотя бы один паркинг можно было построить. Вот так вот, мы будем строить паркинги, где? Точно. Мы не можем разобраться сейчас вот с депо пожарным, которые сначала там одни места по генеральному плану выделили, сейчас уже там начали на других, понимаете. У нас те объекты, которые принадлежат инфраструктуре по генеральному плану, они уже там или продаются, или застроены, или так далее. Вот где вы мне скажите, хоть один паркинг планируют построить? Вот я лично не знаю. Поэтому это просто декларация какая-то. Из-за чей счета это будет строиться? Паркинг, когда-то принимали программу паркинга, это дорогое удовольствие вообще-то, ее принимали программу паркинга, в итоге она вылилась в дома. То есть сделали паркинг, а над ним 16-этажный дом. Поэтому, понимаете, вот не надо заниматься какими-то воздушными замками, там про паркинги, про там еще какие-то вещи, надо заняться немножко другими конкретными вещами. Вот мы, допустим, к примеру, сейчас разрабатываем схему, там деньги какой-то компании собираемся заплатить иностранной, которая разработает схему движения. Уже лет 10, как она разработана одесскими специалистами, ничего она не внедрена. То есть пойдите, возьмите в определенных институтах, там проектных, эту штуку и реализовывайте. И не надо думать там дальше. Поэтому это, знаете, из разряда построить, взять какой-то участок бесплатный, построить какой-то объект и потом его приватизировать. Мы немного отошли от темы, давайте все-таки подводить итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты. 45% одесситов считают, что вопрос будет решен позитивно до начала отопительного сезона, и 55%, но все-таки это достаточно большой процент. Согласитесь, больше половины считают, что центр города останется без тепла на период холодов. Ваше мнение, будет ли тепло? И, собственно, как вы прокомментируете мнение одесситов? Ну, мнение одесситов я хочу прокомментировать так, что вот дефицит доверия к власти в этом вопросе, это же не основано не на знаниях точных, а на общем фоне. То, скорее всего, надо нам задуматься, всем власть-предержащим, о том, как падает, единственное, дефицит доверия людей. Я думаю, что тепло будет, но проблемы, которые возникают при этом, мы озвучили с моим коллегой. Вот их надо решать, потому что, знаете, это как вот Тришкин кафтан, он все равно когда-то придет в какую-то негодность, и делать это надо сегодня, и вот там за час или два не решишь эту проблему. Поэтому тепло будет, оно будет, качество там может быть не совсем нормальное и не совсем хорошее, но тем не менее, все-таки на старых еще каких-то вот этих наработках мы, я думаю, что подключим. Сегодня, кстати, должно было быть заседание Кабинета Министров, вернее, сегодня озвучили на аппаратном кабинете министров эту проблему по ТЭЦ, не только по всей Украине, то есть другие города это озвучили. И вот сейчас ждем реакцию Кабинета Министров. Опять же говорю, почему сейчас только? Почему великие реформаторы Кабинета Министров об этом не задумались, об этой ситуации в Нафтогазе, значит, еще полгода тому назад? Вот вопрос. Владимир Ярославович. Я тоже думаю, что эту зиму мы переживем с теплом в центре города, но хотелось бы обратиться к городской власти и сказать, коллеги, планируйте на перспективу, создайте мозговой центр специалистов, которые в этом разбираются. И проблемы для города, которые не только ТГУ, но и другие, комплексно мы должны разобрать и планировать минимум на пять лет. Тогда ни голову ничего падать не будет. Мы будем знать, что вот на это нужно столько-то денег. И как сетевой график, это строители понимают, мы решаем в этом году, делаем это. В следующем, и тогда все проблемы будут решаться. И финансирование будет идти на эти программы. И через 10 лет Одесса будет действительно в нормальном техническом состоянии все сферы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. И дороги, и все остальное. А пока оно все. Я вас благодарю за интересный эфир, что пришли к нам в студию. Я напомню, что мы сегодня говорили о проблемах Одесской ТЭЦ, которая находится на стадии ликвидации. Фактически после решения суда мы работали в прямом эфире. У нас в гостях были Александр Орлов и Владимир Максимович. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь на репортере. Продолжение следует...